В день отлета я узнал от жены, что она не летит с детьми, и прилетел я сюда один. Очень некомфортно жить в Буэнос-Айресе, а були на мобильные телефоны и на деньги со стволом. Это абсолютный камин-аут, убежать от себя и от своих проблем. Когда я чуть не сделал шаг с крыши, дважды заставили думать о самоубийстве. Все сложности моей эмиграции никак с эмиграцией как таковой не связаны вообще. Никому из русских по орантье ДНИ не выдали. Всем привет, это новая серия блога Муравлёвый лайф. Я живу уже больше года в Аргентине со своей семьёй. И сегодня я вам покажу один день своей жизни в Аргентине в Буэнос-Айресе. Помните Рому, моего знакомого, у которого я брал интервью, которое ещё очень-очень зашло. И среди всех персонажей он, наверное, один из тех, кто понравился максимально моей аудитории. Я сейчас нахожусь рядом с Роминым домом. Мы сейчас погрузим его в велосипед, который он себе купил для триатлона. И поедем. Куда поедем, если честно, я так до конца и не понял. В общем, в машине будем ехать или где-то остановимся. И Рома, я думаю, расскажет нам. Ну вот, собственно, ради чего мы сегодня собрались. Рома купил новый горбоновый велик. И он сейчас расскажет, нафига мы едем и куда мы вообще едем. Да, Рома? Да. Рома купил новый горбоновый велик. Рома, привет тебе. Расскажи, пожалуйста, моим зрителям, зрителям нашего канала, где мы сейчас находимся и что мы здесь сегодня делали. Мы находимся в байкшопе. Делали мы только что байкфит для моего велосипеда, который я только-только купил. Байкфит – это такая штука, которая позволяет правильно усесться на велосипед, соблюдая правильную геометрию, не перегружая мышцы и используя тело максимально эффективно. Скажи, для чего тебе это нужно? Потому что из того, что ты сказал, я думаю, как и я, так и мои зрители, в целом, наверное, уловили информации процентов 30 от того, что это, зачем это и что с этим делать. Для чего тебе это и чем ты собрался заниматься? Я решил заняться триатлоном. И, собственно, триатлон – это три дисциплины. Это плавание, это велоспорт и это бег. Бегом я уже занимаюсь и решил, что… А почему бы мне не заняться триатлоном? Разнообразить свой спортивный досуг, так сказать. Почему я спросил? Потому что, я думаю, те зрители, которые подписаны на мой канал, они помнят тебя совершенно другим человеком. Раздолбаем они жирным помнят, скорее всего. Ну, я не знаю, насколько ты был жирным, но раздолбаем точно. Вот, поэтому, наверное, как-то какие-то занятия спортом, они не сильно вяжутся с твоей личностью, сколько ты занимаешься уже бегом. Я сюда прилетел при очень специфических обстоятельствах. Я был женат, у меня было и есть до сих пор двое детей. Собственно, в день отлета я узнал от жены, что она не летит с детьми. И прилетел я сюда один. Я очень по этому поводу переживал. Настолько, что потел на наркотики. Южная Америка, здесь с этим очень все просто, все легко доступно и стоит очень дешево. Вот, я вел праздный образ жизни, но, называя вещи своими именами, я убивал себя. Потом я встретил девушку, с ней провел офигенно время, весьма продолжительно. Потом так получилось, что мы расстались, но девушка подсадила меня на бег. Нужно объяснить, я и бег, это вот два слова, которые не могут стоять в одном предложении вместе. Я ненавидел бег лютой ненавистью. Я всю жизнь ненавидел бег. Я им когда-то давным-давно занимался, когда я учился в школе и занимался пятиборьем. Но бег я ненавидел всегда. И я проклинал этих марафонцев, из-за которых перекрывают всю Москву, понимаешь? Вот, мало нам чинуш, так еще и перекрывают из-за каких-то любителей встать с первыми петухами, понимаешь? И пробежать эти свои 42,2 км. Вот, и я просто не мог понять, какой в этом кайф. Вот, но моя девушка, она, видимо, таким образом решила помочь мне слезть с наркотиков и приобщила к бегу. И первое время я бегал через силу, превознемогая себя. Бегать я стал в феврале. Сегодня у нас 5 июня. Вот, бегать я начал в феврале, где-то в середине февраля. Сначала маленькие дистанции, но нужно понимать, что тогда для меня даже там 2 километра, это была, ого-го, какая дистанция. И каждый раз на тренировках мы с ней торговались просто за каждый километр. Ну, давай 3. Нет, я не смогу 3. Ну, вот как-то так. Сейчас я уже пробежал 4 полумарафона. Это 21,1 км. Вот, и хоть мы с ней уже расстались, причем довольно-таки давно, дело ее, получается, живет, вот, потому что еще вчера наркоман, а в октябре, возможно, айронмен. К этому я тебя и хотел подвести. Почему айронмен? Неужели бег может довести до того, чтобы у тебя так повернуло голову насчет спорта, чтобы ты захотел стать тем самым железным человеком? Бег может повернуть так голову совершенно точно. Мало того, насколько я знаю, большинство триатлетов приходят в спорт через бег. Да, есть случаи, когда через белогонки приходят. Вот, еще реже встречаются пловцы, которые приходят в триатлон, но чаще всего в триатлон попадают именно через бег. В моем случае это попытка, сори за каламбур, просто убежать от себя и от своих проблем. То есть я, грубо говоря, сбежал от одной зависимости, подался в другую. Это была девушка. Расстался с девушкой, сложно переживал это расставание и заменил это другой зависимостью, а именно бегом. Через какое-то время я понял, что, ну, возможно, меня не очень отпускает еще, в смысле переживания, и хочется упарываться почему-то. Возвращаться туда-обратно в январь, когда я чуть не сделал шаг с крыши, жутко не хотелось. Я сделал очень большие над собой усилия, чтобы снова туда возвращаться, я не хотел. Я ведь бросил не только кокаин, я бросил курить, я даже бросил энергетики. Вот, в общем, ну, в целом я много провел над собой работы, и терять это не хотелось. Но при этом казалось не то, чтобы как будто бы мне мало бега, а хочется еще больше, еще больше. Хочется новых каких-то достижений, хочется ставить и покорять новые вершины. Если вам понадобятся в Буэнос-Айресе услуги трансфера, мувинга, либо грузоперевозок, то вы знаете, к кому обращаться. Эти достижения, они для кого-то? Сначала было не для себя. Сначала было не для себя, я изматывал себя, я пытался что-то кому-то доказать, ну, понятно, кому. Вот, сейчас я это делаю исключительно для себя, потому что в какой-то момент я осознал, что это офигеть, как добавляет уверенности в себе, причем добавляет уверенности не только победы, но и поражение, потому что ты понимаешь, что жизнь на этом не заканчивается, и просто нужно продолжать двигаться дальше. Маленькими шажками, но продолжать двигаться дальше. Сколько лет твоим детям? През три дня старше исполнится 10 лет, младше 8 исполнится Марти. Они сейчас гордятся своим папой? Они не знают то, каким их папа стал. Мало того, это абсолютный камин-аут, и я предположу, что это видео будут смотреть мои родственники. Так вот, вам всем привет. Да. Это сложно сообщить вообще так-то. Я тебе скажу так. Я 36 лет живу в парадигме, что я кому-то что-то должен доказать. Я хочу, чтобы мной гордились. Это какой-то синдром отличника. Сейчас, да, мне будет приятно, если я буду знать, что дети мною гордятся. Но в первую очередь я должен собой гордиться. Я собой горжусь. Они, наверное, не столько гордятся, сколько они не понимают и удивляются новому папе. Потому что этот новый папа, который теперь уже почти год, как живет за почти 14 тысяч километров от них, это как будто бы другой человек. И расстояние плюс то, каким я стал, ведь улетал из Москвы я совершенно другим человеком. И, возможно, они просто не могут поверить, потому что для них это как будто бы виртуальная реальность. Потому что единственный наш способ связи с ними – это WhatsApp, видеозвонки. Поэтому как будто это все не настоящее. Возможно, когда они наконец ко мне прилетят, я надеюсь, это случится на Новый год, 23-24, возможно, тогда, увидя мою форму, а может быть, они смогут прилететь на Iron Man, я не знаю. Но, во всяком случае, я говорил с женой по этому поводу, с бывшей женой по этому поводу. В любом случае, если они прилетят, когда? Когда они прилетят, я надеюсь, они увидят и поймут, что это все реально. Сейчас это просто как будто человек с лицом папы, но с привычками и с какими-то новыми увлечениями, как будто какой-то другой человек. Наверное, думаю, так. Ты отправлял из Аргентины детям какие-то подарки, связанные со своими достижениями? Да. Что именно это было? Да, я отправлял. Какой вопрос? Я отправлял медаль. Я, как я уже сказал, я пробежал 4 полумарафона здесь. 2 я пробежал в рамках тренировки. Точнее, нет. Самый первый полумарафон я пробежал в день рождения своей младшей дочери. Я бы хотел его присовокупить к дню рождения дочери, но на самом деле это было связано с расставанием с той девушкой, которая меня приобщила к бегу. И мне жутко хотелось ее впечатлить, и я пробежал этот полумарафон из-за нее. Я его бежал, чтобы ты понимал, 3 часа. 2 часа 59 минут. И радовался, как ребенок, тому, что я выбежал из 3 часов. Сейчас мое лучшее время на полумарафоне 1 час 56. То есть я улучшил больше, чем на час в свое время. Я пробежал 4 полумарафона. Из них 2 я пробежал в рамках тренировки, и 2 я пробежал официально за медаль. Так вот, самый первый свой полумарафон, который я пробежал в Буэнос-Айресе, за 2 часа 7 минут, я за него получил, разумеется, медаль. И эту медаль я отправил своей младшей дочери, потому что у меня дочь младшая, она спортсменка. Реально, прям, ей никто в подметке вообще не годится в том виде спорта, которым она занимается. Она занимается бальными спортивными танцами. И медаль, которую я получил, так как она была за полумарафон в Буэнос-Айресе, а один из символов Аргентины и Буэнос-Айреса – это танго, на медали изображена танцующая танго-пара. И я отправил ей медаль. Еще так получилось, что в день, когда я бежал в свой первый официальный полумарафон, моя младшая дочь участвовала в очередных соревнованиях, собрала там очередную охапку медалей. Но медали она на тумбу пришла, то есть это не как я просто за участие. И мне хотелось ей показать, что вот у тебя папка тоже не лаптем щи хлебает, вот я тоже спортом занимаюсь. И я отправил ей медаль, да. Когда она получила, как это было? Быть, она позвонила тебе, папа фейстайм, папа ватсап, и сказала, папа, ты клубой. Ну, приблизительно да. Она была удивлена, что я тоже получаю медали. Вот, она никак не могла понять, что это медаль за участие, а не за какое-то место. Потому что она, как настоящая спортсменка, привыкла, что медали все-таки вручают не абы кому, а тем, кто заходит на пьедестал. Вот, но я это вроде все объяснил, она поняла. Ну да, она, причем я и пытался объяснить, что в этой медали цена не сама медаль, а то, что выгравировано на обороте. А на оборотной стороне медали выгравлено мое время. Потому что ради этого времени, 2.07, ну, скажем так, я тренировался... Понятно, что по меркам бегунов, которые давно уже в беге, я тренировался крайне мало. Я тренировался меньше двух месяцев. Но для меня, человека весьма непостоянного, это просто достижение с большой буквы. Вот, и я ей пытался объяснить, что это время, это, ну, прям потом и кровью добытое. Причем это не фигурально, это не образно выражаясь. Это реально потом и кровью, потому что у бегунов есть такая тема, как стертые в кровь соски футболкой. Соски в футболку? Да, соски в кровь. Серьезно? Да, да, да. Я думал, ты сейчас скажешь про стопу, про ноги. Это даже не обсуждается. Ноги у меня сейчас основные покупки, это всякие там пластыри и так далее, мази для ног. Это нормальное явление, но очень часто стираются в кровь соски. И в частности, на полумарафоне я тоже себе стер в кровь соски. Почему их не заклеить перед марафоном? Да, их тейпируют, но я на тот момент еще не знал. Давай вернемся к айронмену. Наверняка многие слышали, что это такое, но я бы хотел, чтобы ты совсем немного, вкратце рассказал о том айронмене, который будет проходить в Буэнос-Айресе, о его дистанциях и о том, в целом, как это будет выглядеть здесь. Айронмен – это триатлон. Соревнований по миру, по триатлону, проходят довольно-таки много. Айронмен – это одно из таких соревнований. Но совершенно точно это самое известное в мире соревнование по триатлону. Так называемая гонка на выносливость. Собственно, с айронмена началась вообще история триатлона. Насколько я знаю, на Гавайях, 40 лет назад. Но не будем туда в дебри эти исторические углубляться. В Буэнос-Айресе пройдет половинка айронмена. Так называемый айронмен 73. 73 мили. Соответственно, три этапа, классические три этапа. Первое – плавание, 1,9 километра плыть. Потом велоэтап, 90 километров ехать на велосипеде. И потом бег, полумарафон, 21,1 километр бежать. Все это происходит в рамках одного дня, без каких-либо… То есть это ты закончил плавание, бежишь на велосипед. Садишься на велосипед, проехал на велосипеде, спрыгиваешь с велосипеда, бежишь. Полумарафон. То есть там нету никаких пауз и так далее. Но есть пауза на переодевание и так далее. Но даже переодевание происходит на бегу. Сколько ты здесь уже живешь, в Буэнос-Айресе? Я прилетел сюда 26 августа 2022 года. То есть года у тебя еще нет? Нет еще года. Но в целом это что-то близкое к одному году? Ну да. Одному году эмиграции? Эмиграция, мы с тобой уж точно знаем, что это достаточно непростой период. Ох, непростой. Очень непростой период в плане психологии эмиграции. Расскажи, как тебе это дается? Насколько сильно поменялось отношение к Аргентине, отношение к аргентинцам? То есть все мы прекрасно понимаем, что есть какой-то период, когда ты только-только приехал, ты все-таки смотришь глазами туриста. А далее ты уже начинаешь замечать какие-то мелочи, какие-то минусы. Это как отношение с девушкой, скорее всего. Да, 100%. Начну с того, что я пока не считаю себя эмигрантом. И даже не потому, что я до сих пор не сделал документы. А все-таки эмигранты, это в том числе и про документы, про легализацию. Я не считаю себя эмигрантом по двум причинам. Первое. Я не выучил язык. И так как я не выучил язык, в основном я вращаюсь в русском сообществе, в русскоязычном сообществе. И это, конечно же, накладывает отпечаток. То есть в полной мере вкусить все прелести жизни Аргентины в качестве именно эмигранта, как должно быть. Я этого не вкусил. Второе, почему я считаю не совсем корректно спрашивать именно меня по поводу, что для меня эмиграция, какие сложности и так далее. Потому что я тут недавно поймал себя на мысли, что все сложности моей эмиграции никак с эмиграцией как таковой не связаны вообще. Все мои сложности, которые меня дважды заставили думать о самоубийстве, до этого я никогда об этом вообще не думал и считал суицидников просто суперслабонами, которые никак по-другому решить свои проблемы не могут, кроме как там выйти в окошко условно. Так вот, все мои проблемы, которые в том числе заставили задуматься о суициде, они все связаны с моей неразберихой в личной жизни. Мои проблемы с женой, мои проблемы с семьей, то, что я живу в разных полушариях вообще со своими детьми, что у нас такая катастрофическая разница во времени, и я еле-еле нахожу время, чтобы с ними состыковаться, поговорить и так далее. Мои взаимоотношения с девушкой, которые были весьма травматичные, то, как жена приняла эту информацию, потому что я ей об этом рассказал, то, что происходит сейчас, да, там, развод и так далее. Все это делает мою эмиграцию невыносимой. Но эмиграция тут совершенно ни при чем. Эмиграция – это про то, как ты ассимилируешься в стране, то, как ты смог здесь легализоваться, смог обрести какие-то контакты, возможно, даже друзей, возможно, даже нашел работу и так далее. У меня, у меня есть здесь друзья, у меня, я приехал сюда с удаленной работой, я по-прежнему общаюсь в русском комьюнити, русскоязычном варюсь, поэтому я не могу себя считать в полной мере эмигрантом. Самое сложное, насколько я понял из твоего монолога, это разлука с детьми. Да. Окей, у меня то же самое. Я тебя, как никто другой, наверное, понимаю. Если говорить про легализацию, я-то знаю, что у тебя происходит с легализацией, не знают зрители моего канала, поэтому чуть-чуть расскажи о том, какая у тебя ситуация с документами здесь, в Аргентине. Смотри, ходят слухи, за что купил, за то и продаю, сам не знаю. Но ходят слухи, что вроде как с конца ноября никому из русских по рантье, а я подавался по рантье, никому из русских по рантье ДНИ не выдали. Сейчас уже начало июня. Соответственно, что происходит? Происходит постоянная пролонгация прикарий. То есть то, что раньше умещалось, процесс умещался в три месяца, три месяца отведенных на первую прикарию, когда человек в рамках одной прикарии, которую ему только выдали, ну, условно, по прилету, не совсем корректно, но условно по прилету, когда он поменял свой туристический статус, когда он 90 дней может в стране находиться, он поменял на прикарию, все, он больше не турист. И вот эта первая прикария, в рамках этой первой прикарии, прошу прощения, в рамках этой первой прикарии, соответственно, люди получали ДНИ. Сейчас у меня, я сейчас жду продления уже четвертой прикарии. Четвертой. Первая прикария три месяца. Дальше каждое продление, это два месяца прикария выдается. Вот несложно посчитать, что у меня три месяца, плюс два, плюс два, и сейчас будет еще плюс два, понимаешь? И просто оно продлевается, и ходят слухи, что, вероятно, так они и будут тянуть дальше резину до октября, когда у них будут выборы президента, и уже после этого новый глава страны будет решать, что с нами русскими, и не только с нами делать, кому дают ДНИ, кому не дают и так далее. Но вроде как, опять-таки, слышал, не знаю, это правда или нет, что хотят уже источить правила рассмотрения кейсов, в том числе и по рантье. Ты просто можешь вместо меня поставить здесь фигуру, вмонтировать ждуна, потому что все мы ждуны. Мы все ждуны, мы просто сидим и ждем у моря погоды. И самое противное, что в моем случае это еще и сопряжено с невозможностью выехать, встретиться на нейтральной территории с детьми, как я планировал изначально. У тебя, как у прагматичного человека, коим ты, скорее всего, по моему мнению, не являешься. Да, абсолютно. А у тебя есть какой-то план Б? Конечно же, у меня нет плана Б. Я считаю, что проблему нужно решать по мере их поступления. Но я так прикидывал, что я могу еще сделать. Могу пойти не через миграционос. Здесь есть такая тема, соответственно, через федерального судью. Тем более мне уже, предположительно, будет позволять срок пребывания в стране сделать это. Ты хочешь это сделать через два года жизни в Аргентине? Мы же не знаем, сколько мы будем продлевать эту прекарию. Я уже, считай, год здесь нахожусь. Если до октября, там где октябрь, в Аргентине там и... Транкило, маняна. Порфавор. Соответственно, могу таким образом. Могу попробовать через учебу, например. Тем более я с удовольствием бы обучился бы чему-нибудь. Могу попробовать поехать в Чили или в Уругвай. Ну, то есть, варианты есть, просто я их скрупулезно не рассматривал. Просто потому, что мне хотелось бы все-таки добить историю с Аргентиной. Мне кажется, что точка в этом вопросе не поставлена. И там просто многоточие. И там есть куда еще развиваться с событием. Может быть, и в плохую сторону. Я не знаю. Но нужно посмотреть. Тебе нравится Аргентина и жизнь здесь, в Буэнос-Айресе? Мне однозначно нравится Аргентина. Мне очень жаль, что моя семья все-таки приняла решение не лететь в Аргентину. Потому что я считаю, что моя семья получила бы больше, прилетев в Аргентину, нежели она получила, оставшись в Москве. При том, что я не буду лукавить и скажу, что в Москве жизнь сильно комфортнее, чем в Аргентине. В любом городе Аргентины. Потому что Москва – это Москва. Там масса возможностей, в том числе для детей. И все живет и существует в другом ритме. И, конечно, скорее всего, это вот та ложка дегтя, которая москвичу в Аргентине будет с очень большой долей вероятности не нравиться. Но к этому приспосабливаешься, хочешь ты того или нет. Лично я не чувствую в себе какого-то противоречия. То есть я не могу сказать, что я это принял, потому что я хочу здесь жить и вынужден. Нет. Если бы мне настолько не нравилось, я бы уже уехал бы. Мне здесь нравится. Мне здесь нравится. И мне нравится очень страна. Мне нравится климат. Климат я бы, конечно, хотел еще потеплее. Я бы хотел, чтобы не было смены времен года. Но это мои загоны. Мне нравится, что я могу заниматься спортом круглый год. Понимаешь? Я смутно себе представляю ситуацию, при которой, начав бегать в середине февраля, к середине марта я бы уже пробежал два полумарафона. Понимаешь? Ну, готовиться к триатлону. То, что я здесь приобрел, в том числе, общаясь с людьми, с которыми бы я навряд ли пересекся бы в Москве, все это меня подвело к айронмену. Не будь той девушки, с которой я встречался. Не будь моего друга, у которого отец триатлонист и несколько раз прошел айронмен. Не будь здесь моей подруги, которая прилетела вместе со своим мужем, который тоже прошел несколько айронменов. Вот это все, это звенья одной цепи. Они нанизываются все на одну цепочечку, понимаешь? Вот не случись этих людей в моей жизни, а их не случилось бы без эмиграции, я бы не встал на путь ЗОЖа, не стал бы заниматься спортом, не стал бы мечтать об айронмене, и не просто мечтать, а что-то делать для этого, понимаешь? Потому что я был настолько секс, джокс и рок-н-ролл, понимаешь, что спорт это было вообще не про меня. Очень долгое время, лет 15, я думаю, как не про меня. Кто-то из тех, кто смотрит мои видео, часто мне пишут про то, что Аргентина, да вы что, ребята, куда вы поехали? Это же Латинская Америка, там супер небезопасно, вас ограбят, убьют, изнасилуют и все что угодно сделают. Насколько тебе комфортно в плане безопасности жить здесь, в Буэнос-Айресе? Мне было очень некомфортно жить в Буэнос-Айресе первые недели три, и весь мой дискомфорт был связан исключительно с моей головой, потому что, начитавшись вот таких вот комментаторов, я представлял себе мировую клоаку, просто рассадник криминала, и я натурально боялся выйти на улицу там позже 7 часов вечера, вот. В любом случае, конечно, нужны некоторые меры безопасности, скорее всего, если ты будешь идти даже по благоприятному району Буэнос-Айреса, но поздно-поздно ночью один по улице и при этом снимая с себя селфи, ну, ты рискуешь однозначно. Но нужно понимать, что shit happens, и говно случается везде, и это говно может произойти с вами не только в Буэнос-Айресе. Я жил в Москве в очень благополучном районе, в очень благополучном районе. И я тебе могу сказать, что в 150 метрах от моего дома меня и моих одноклассников, мы еще тогда учились в школе, нас обули два каких-то наркоши, обули на мобильные телефоны и на деньги со стволом. Поэтому дерьмо случается, и оно случается везде. И чем больше город, в котором вы живете, тем больше шансов у вас нарваться на неприятности. Если вы живете в маленькой деревне в три дома, где все друг друга знают, шансов, что с вами что-то нехорошее случится, ну, они практически стремятся к нулю. Шансы, что это произойдет в большом мегаполисе, они велики. Да, Латинская Америка – это вещь себе с точки зрения уличной преступности. Но нужно понимать, что Аргентина – это не вся Латинская Америка. Ее не нужно равнять с Бразилией, ее не нужно равнять там с Венесуэлой, с тем же Перу. Поэтому, в конце концов, это самая европеизированная страна Латама. Здесь самый большой процент белого населения. И, ну, чувствую ли я себя здесь в безопасности? Скорее да, чем нет. Понимаю ли я, что мне не стоит сидеть в кафешке на веранде с открытым лэптопом? Да, понимаю и этого не делаю. Видел ли я людей даже у себя в Палермо с ноутбуками на верандах? Видел и не раз. Я не хочу этого делать. Это просто банальные какие-то меры предосторожности, которые пока позволяют мне сохранить свои девайсы. Полгода назад ты мне уже давал интервью, которое так сильно зашло зрителям, что большинство из них подписались на твой канал в телеге. Кстати, сейчас тоже делаете то же самое. Да, подписывайтесь на мою телегу! Да, супер, подписывайтесь на Ромину телегу. Так вот, ты желал людям, чтобы они не оставались там где-то в России и берегли себя в случае, если они переживают за свою судьбу, за то, что закроют страну и за все то, что там сейчас происходит. Сейчас бы ты тем самым людям пожелал бы того же самого переезда куда-то сюда, в Латинскую Америку, то есть в Аргентину? Или уже нет? Я считаю, я бы... Давай так, своим друзьям я бы точно этого пожелал. Я считаю, что можно желать, но вербовать свою веру, обращать, пытаться обратить свою веру и сказать, ребята, там жизни нет, приезжайте сюда или неважно, валите куда угодно, я не стану. Не стану, потому что все взрослые люди, у каждого есть своя голова на плечах, каждый сам решает, где ему лучше. Потом опять же, ситуации бывают разные. Может, люди и хотели бы уехать, но не могут по различным причинам. Поэтому оголтело сватать всем Аргентину я бы не стал. Помни, что помимо трансферов я еще провожу консультации касаемо жизни в Аргентине. Ссылка на мой телеграм будет в описании. А этот выпуск подошел к концу. Ставь лайк, подписывайся на канал и задавай вопросы Роме в комментариях. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова